МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...отмечают 25-летие создания союзного государства. Может ли этот проект стать реальностью после последних кровавых событий в Беларуси? Тиненченко никогда не скрывал, что он это все дело организовывает. Громкое уголовное дело в Украине против бывших героев войны в Донбассе. Я предлагаю нации план, который вознаграждает труд, а не только богатство. Джо Байден огласил масштабный план модернизации страны, на который требуется 2 триллиона долларов. Итак, первая тема нашего дайджеста. В Беларуси и в России 2 апреля на государственном уровне отмечают 25-летие создания аморфного надгосударственного образования под названием «Союзное государство». 2 апреля 1996 года президент России Борис Ельцин и вечный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали договор об образовании сообщества Беларуси и России. А в декабре 1999 года был заключен договор о создании союзного государства. В Союзе Беларуси и России в перспективе предполагается унификация законодательства, единый парламент, кабинет министров и другие органы верховной власти, единая символика, валюта и тому подобное. Кроме того, полная реализация этого документа предполагает фактическое объединение экономик двух стран. Однако почти все его параграфы пока живут лишь на бумаге. Весь этот проект буксовал с первого дня по очень многим причинам. Может ли он в ближайшее время стать реальностью, особенно после драматических событий в Беларуси в последние месяцы? И как сильно в этой связи поменялось отношение большинства беларусов к России? На мои вопросы отвечает политолог, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. 25 лет назад многие и в Беларуси, и в России, одни со страхом, другие с восторгом, считали, что тот договор – это просто короткое прелюдие перед просто реинтеграцией, аншлюсом, объединением, образованием «Россия плюс». И тогда, кстати, в Минске были большие выступления протеста, потому что люди реально боялись, мы завтра проснёмся в другой стране. Но, в общем-то, за эти 25 лет стало ясно, что не проснёмся. Отдать независимость – это сложно. Даже Лукашенко этого не делает, не хочет. И поэтому в эту сторону давят из Москвы, а он пытается как-то увернуться. Я помню, как ещё перед выборами в августе 2020 года Лукашенко немало говорил об угрозе независимости страны и о том, что, цитата, «в случае войны автоматы у меня получат даже женщины и старики». И хмурился-то он тогда в сторону Москвы. Теперь, после этих полутора миллиардов долларов, полученных от Путина в прошлом году, Лукашенко придётся быть младшим братом у него надолго, может быть, навсегда? Вся критика его исчезла в адрес Путина и Кремля. Продолжая вашу формулировку, надолго, но, может быть, не навсегда, а может и ненадолго. Вот такие пульсирования к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт – это постоянный фон, постоянный контекст белорусско-российских отношений. Сейчас, да, сейчас Лукашенко в августе прошлого года получил суровый кризис. Тогда же Путин его поддержал, сейчас Беларусь под санкциями, сейчас, в общем, кроме дороги в Москву, у Лукашенко осталось немного, но я не думаю, что это навсегда. Я думаю, что всякого рода манёвры, всякого рода ссоры, всякого рода рассказы, что нас Москва хочет поставить на колени, и мы готовы ей сопротивляться, это всё ещё будет, и не раз. В прошлом феврале, общаясь с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь способны обеспечить себя абсолютно всем необходимым, и мы должны вообще перестать беспокоиться по поводу западных санкций. Так что с экономикой Беларуси сейчас происходит, и насколько похудел, образно говоря, кошелёк среднего белорусского гражданина? Сказать, что всё обрушилось, всё обвалилось, всё завтра белорусская экономика будет в руинах – это не совсем так. Белорусская экономика упала, но она упала во всём мире, в той же России, но Беларусь входит в ситуацию довольно сурового долгового кризиса. У Беларуси есть 7 миллиардов резервов, и где-то в этом году 5 миллиардов, в общем, надо потратить на раздачу всякого рода долгов, ну, на обязательные платежи, деньги, на которые надо где-то найти. На международных рынках из-за санкций их найти, мягко говоря, сложно. И в этом смысле то, что Лукашенко надувает щёки и говорит, что нам это не страшно, нам это кому? Ему? У него что? Есть, так сказать, золотой запас, там, газ или что? Россия может дать, но 5 миллиардов – это много. Хорошо, этот год пройдёт. А следующий? Там уже, в общем, как-то становится сложно. И поэтому на днях посол Беларуси в России, господин Симашко, сказал, что вот до конца апреля, может быть, будут согласованы, подписаны те пресловутые интеграционные карты, вокруг которых весь 19-й год шли споры, крики и так далее. Но я не исключаю, что это продолжение вот этой вечной белорусско-российской игры 25-летней. То есть я бы не сказал, что это всё, это последнее слово, и эти интеграционные карты будут подписаны. Я не думаю. Какие ассоциации теперь, по вашим наблюдениям, у белорусов вызывают слова Путин, Москва, Россия и союзное государство? Насколько всё изменилось? Союзное государство никогда никаких особых эмоций как таковое не вызывало. Для белорусов, я бы сказал, реальность союзного государства, причём позитивная, это то, что можно в России работать без разрешений. Что касается Путина, я видел независимые опросы, его рейтинг высок. Хотя он просел, потому что значительная часть населения обижена, разозлена той позицией, которую Кремль занял во время прошлогоднего белорусского кризиса. Но, тем не менее, пророссийский сантимент, скажем так, остаётся в душах многих белорусов. То есть среди сторонников Лукашенко это повально. Они все такие. Для них и Москва, и Путин – это всё в превосходных степенях. Но и для противников Лукашенко, для значительной части, по крайней мере, Путин, да, это, как говорится, красавчик. И этим, строго говоря, объясняется тот удивительный феномен, отличный от, скажем, Украины, что белорусская революция, она была не про геополитику. Чего боится нынешняя белорусская власть, в общем, понятно. Собственного народа. И этот страх может быть гораздо сильнее страха перед восточным соседом. А сам народ, вот задам откровенный вопрос, получается, не очень живёт в тревоге из-за того, что завтра в Белоруссии вдруг появятся какие-то российские зелёные человечки. То есть нет страха перед аннексией, там даже оккупацией? Есть. Он, вы знаете, может быть непрямой. То есть это не то, что вот, ах, завтра придут русские. Но я думаю, что вот этот опыт, опыт, в частности, Украины, он показывает, что есть определённое ограничение на спектр возможных действий. То есть то, что белорусская революция, белорусские протесты были такими мирными, я думаю, что один из факторов, возможно, сидящий в подкорке, так сказать, у людей, это было понимание, что если всё примет какие-то очень бурные формы, то приедет старший брат на танке. И, в общем, предупреждение Путина, так сказать, о создании резерва, это было практическое воплощение этой угрозы. Не то, чтобы об этом много говорили, но я думаю, что это помнили. И ещё вот очень важный показатель, я думаю, все на это обратили внимание, отличие и от Украины, и от украинской революции, и от белорусских протестов после выборных в шестом-десятом году практически ни одного флага Евросоюза на манифестациях. То есть свой бело-красно-белый флаг море, тысячи людей с разными взглядами, с разными установками. Понятно, что среди них была немалая часть людей с прозападными, проевропейскими взглядами, но вот некое такое на этот раз вот национальное табу. Этого нельзя, этого никто не приказывал. Эта революция была очень, я бы сказал так, спонтанная, но вот некое такое внутреннее табу. Нет, ребят, вот по крайней мере в этот раз вот этого вот давайте вот не надо. Напоминаю, что это было мнение политолога-обозревателя белорусской службы радио Свобода Юрия Дракохруста. Это дайджест «Время свободы», с вами Александр Гостев. В конце марта Печорский районный суд Киева отправил бывших бойцов украинского батальона «Донбасс» Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича под круглосуточный домашний арест. Их подозревают в создании незаконной частной военной компании во главе с экс-депутатом Семеном Семенченко и Евгением Шевченко, якобы внештатным агентом НАБУ, то есть Национального антикоррупционного бюро Украины. Что вообще это за уголовное дело, которое продолжает бурно развиваться? 24 марта службы безопасности Украины и офис генерального прокурора заявили, что разоблачили ЧВК, которое действовало под прикрытием охранных фирм и общественных организаций и заключало контракты с различными группами из стран Ближнего Востока. Возможными организаторами ЧВК и считают Семенченко и Шевченко. По данным следователей, они ввозили военные запчасти и товары двойного назначения из России. В составе этой ЧВК, по данным следствия, более 150 человек. О деле Семенченко и Шевченко радио «Свобода» рассказала журналистка украинского издания «Грати» Татьяна Казак. Беседовал с ним и коллега Марк Крутов. Многие россияне, следившие за новостями о конфликте в Донбассе, помнят Семена Семенченко как одного из самых медийных героев той войны. Как вышло, что сейчас он оказался в тюрьме? Семенченко сам, как и все остальные донбассовцы, отрицают, что это была частная военная компания. Они говорят, что ее не было и что они думали делать консультации. Действительно, у них были задумки отправлять людей, оформлять им контракты. Для этого они создали легальную фирму в США, которая назвалась «Донбасс батальян корпорейшн». Она там действует законно, в общем, зарегистрирована в штате Делавэр. И, собственно, пытались договориться с Ираком, и Афганистаном, и с правительством США об этих контрактах. Но, как говорит Семенченко и еще один его сослуживец и бывший второй командир батальона «Донбасса» Анатолий Виногродский, что контрактов не получилось из-за того, что политическая обстановка изменилась. То есть США начали выводить свои войска из Афганистана, сокращать там свой контингент. И, собственно, необходимость в услугах Семенченко и Донбасса отпала. Можно я вас перебью вопросом? Но ведь, по сути, многие вооруженные формирования в Донбассе, особенно в первые годы войны, на востоке Украины как раз и были непредусмотрены законом, что называется. Это были формирования добровольцев. Что случилось сейчас? Почему на них такое давление? И я так понимаю, что действительно тут речь идет о каком-то аналоге частной военной кампании. Почему вдруг сейчас власти сочли, что такая деятельность является незаконной? Ну, на самом деле, это загадка. Во-первых, она всегда являлась, эта деятельность, незаконной. То есть давно уже идут дискуссии о том, чтобы легализировать военно-консультационные такие вот услуги и фирмы. И, как я понимаю, есть такая компания Омега, частная военная компания, которая у нас тоже зарегистрирована в Украине и зарегистрирована за рубежом. Но в Украине это охранный бизнес. Причем так же делал и Семен Семенченко, как я понимаю. У него одна компания была зарегистрирована здесь, это «Донкорп Украина». Они занимались охранным бизнесом, у них была лицензия. Но вот вдруг следствие решило, что под прикрытием охранного бизнеса они создавали частную военную компанию, и это незаконное вооруженное формирование. То есть они привлекли свое внимание. Разбираясь в деле, может быть, причина довольно банальная. Там есть такой у них инвестор. Бизнесмен из Казахстана Борисенко и его сын. Борисенко и Сергей – это сам бизнесмен и сын Илья. И они вложили деньги в это предприятие, в эту компанию, как говорит Семенченко, в социализацию ветеранов, которая помогла бы ветеранам дальше не терять их навыки, боевые навыки, а применять их и в других сферах, и уже на гражданки, и не давать им, скажем так, как он выразился, ехать собирать клубнику в Польшу. Потому что они воины и так далее. Борисенко дал на это предприятие около миллиона долларов. Наличный и безналичный расчет. Он переводил деньги на счет Евгения Шевченко, один из подозреваемых. Собственно, Борисенко дал показания, согласно материалам дела, он дал показания против Семенченко и других. В своих показаниях он говорил о том, что он их обокрал, или как-то он попал в мошенническую схему. Вот есть такая информация. Против Семенченко и всего этого предприятия дал и бывший сотрудник этого предприятия Вадим Боровик. Вот мы выяснили, что еще 1 марта, за месяц до того, как мы услышали, что есть такая ЧВК и так далее, этому Боровику предъявляли подозрение уже в участии в незаконном военнеравном формировании. Ему предъявили подозрение, буквально через 4 дня его освободили от уголовной ответственности, потому что он сотрудничал со следствием и подробно описал деятельность ЧВК и ее участников. Еще на брифинге СБУ заявило, что мы разоблачили эту кампанию, потом провели обыски на базе, изъяли оружие, зарытое где-то в схроне. Семенченко, кстати, отрицает, что это его оружие, говорит, что это чей-то схрон. Может, те, кто откапывал, те и закапывали. Собственно, на брифинге они сказали, что на ЧВК вышли в ходе следственных действий. То есть до этого они расследовали деятельность еще трех детективных агентств или таких вооруженных группирований, как они это назвали, которые торговали данными правоохранителей и данными баз правоохранительных и делали незаконную слежку, видеослежку, видеонаблюдение. И, собственно, так, как пояснила СБУ, выявились факты того, что вот есть такая компания Семенченко. Хотя, с другой стороны, Семенченко никогда не скрывал, что он это все дело организовывает, потому что есть Фейсбук. И на Фейсбуке он и в своем аккаунте открыто говорил. И есть странички этой Донбасс Ботели Анкорпорейшн в Фейсбуке тоже. И Донкорп Украина, и, собственно, и там и про набор ветеранов говорилось. И Евгений Шевченко тоже говорил о том, что они работают с ветеранами. Ну, то есть, как бы, очень удивительно, как по мне, на данный момент, я пока что не могу понять для себя, почему вдруг внезапно узнали об этой деятельности правоохранителя и решили возбудить дело. О деле Семенченко и Шевченко рассказывала журналистка украинского издания «Грати» Татьяна Казак. Беседовал с ней мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон представил прототип так называемого «зеленого сертификата», который будет введен в ЕС в середине июня. Это специальный ковид-паспорт, который позволит жителям Евросоюза свободно перемещаться между странами, не тратя время на карантин. Проект этот вызвал массу споров, но в любом случае многие страны ЕС ввели проверки на внутренних границах Шенгенской зоны. Например, Испания требует от приезжающих из Франции предъявить негативный тест. Та же самая ситуация, например, между Чехией и Австрией. Тему продолжит моя коллега Ирина Лагунина. В цифровом паспорте будут содержаться следующие данные. Имя, фамилия, дата рождения, наличие прививки от COVID-19, либо сведения о том, что человек переболел и у него есть антитела, либо результат теста. Он должен быть, конечно, отрицательный. Плюс уникальный для каждого человека код. Такие страны, как Греция и Испания, которые особенно зависят от туризма, активно поддерживают предложения. По этому плану каждое государство все равно будет принимать собственные карантинные меры или послабления в зависимости от ситуации в стране. Но власти не смогут делать разграничения между собственными гражданами и приехавшими в страну на время, когда речь идет об ограничениях в связи с пандемией. В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так объясняла необходимость введения сертификата. Какова функция этого документа? Он показывает или доказывает, что человек либо уже получил прививку, либо у него свежий негативный тест, либо он переболел ковидом и у него антитела. Во-вторых, этот документ позволит сделать так, чтобы эти результаты, то есть этот минимальный набор данных, были признаны всеми государствами-членами Союза. И в-третьих, мы хотим этим цифровым сертификатом помочь странам восстановить свободу передвижения граждан в безопасной, ответственной и заслуживающей доверия форме. Некоторые страны ЕС в прошлом возражали против введения так называемых прививочных паспортов, опасаясь, что они могут привести к дискриминации. Например, ими не смогут воспользоваться молодые люди, которые в соответствии с порядком в ЕС все еще ждут вакцинации. Первыми прививки получают люди старшего поколения. В Европейской комиссии заверили, что всячески хотят избежать любой возможной дискриминации. План еще должен быть одобрен государствами-членами ЕС и Европейским парламентом. Но, например, по словам канцлера Себастьяна Курца, Австрия хочет ввести такие паспорта даже раньше июня. Люди старше 65 лет, которые хотят получить эти паспорта, уже привиты. Так что мы сможем значительно ослабить ограничения, поскольку именно для пожилых людей вирус представляет наибольшую опасность. В свете этого мы сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы создать систему, которая даст наибольшую свободу, особенно в летние месяцы. Сегодня Совет Министров утвердил зеленые сертификаты. Теперь вопрос перешел на уровень Европейского Союза. Этот документ позволяет вакцинированным, переболевшим и людям с тестом жить полноценной свободной жизнью. Израиль, Китай, Бахрейн и еще несколько государств уже ввели систему вакцинных сертификатов. ЕС заявляет, что работает с Всемирной организацией здравоохранения над тем, чтобы европейские зеленые паспорта были признаны в других странах тоже. Но ВОЗ относится к идее с большой настороженностью, поскольку в бедных странах вакцины доступны далеко не всем. Руководитель управления ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчеркивает, что речь идет о праве людей на равные возможности. Нам нужна политика вакцинации, которая не создает неравенства. И нужно быть очень и очень осторожными, чтобы процесс сертификации привитых не привел к неоправданному подрыву личных свобод и прав людей. Туристическая отрасль в Европе, как и в других странах мира, особенно пострадала от ограничительных мер. Многомесячный карантин больно ударил по гостиничному и ресторанному бизнесу. На острове Гран-Канария, где туристический сезон всегда продолжался круглый год, с ужасом подсчитывают убытки. Менеджер ресторана Кормела Каталиото в восторге от идеи паспортов. Наши острова полностью зависят от внешнего туризма. Многие, конечно, не согласятся с вводом паспортов, но поскольку мы настолько зависимы от туризма и настолько много теряем от этого кризиса, нам паспорт поможет. Он облегчит приезд и отъезд иностранцев. Выступая во время недавнего саммита во Франции, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не может дождаться ввода зеленых сертификатов. Мне не нравится слово «паспорт», потому что мы остаемся в зоне действия Шенгенского соглашения и в границах ЕС. Но я думаю, что их помощь определенным секторам, таким как туризм, это главное. С точки зрения двусторонних отношений, что главное на уровне Еврокомиссии, вы можете рассчитывать на Испанию. Все европейские страны заинтересованы в том, чтобы разработать эту систему как можно скорее. В предложении Еврокомиссии указано, что новый сертификат будет выдаваться только тем, кто получил одну из вакцин, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. На данный момент это Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российский спутник 5 и китайский Sinovac и Sinofarm пока в этот список не входят. Однако в соответствии с планом, власти государств-членов ЕС смогут самостоятельно для своих территорий выдавать зеленые сертификаты для других вакцин. У микрофона была моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Президент США Джо Байден только что огласил масштабный план модернизации страны, на который требуется 2 триллиона долларов. Эти средства он намерен получить за счет повышения налога с корпораций. Рассказывает наш корреспондент в США Владимир Абаринов. План, направленный прежде всего на обновление инфраструктуры страны, назрел давно. Американцы устали от обветшавших автомобильных и железных дорог, от того, что после каждого урагана или сильного снегопада миллионы семей остаются без электричества. Аэропорты, вокзалы, мосты, системы водоснабжения – все требует модернизации. Обновить инфраструктуру обещал в своей инагруционной речи Дональд Трамп. И демократы были согласны работать с ним над этим проектом. Но он рассурился с лидерами демократической партии и проект увяз в партийных разногласиях. Больше медлить нельзя, считает президент Байден. Пора строить нашу экономику с самого основания и сердцевины. Не сверху вниз. Для экономики в целом это не сработало, потому что не Уолл-стрит построил эту страну. Вы, великий средний класс, построили эту страну. И на этот раз, когда мы восстановим средний класс, мы соберем воедино всех, независимо от происхождения, цвета кожи, религии. Сегодня я предлагаю нации план, который вознаграждает труд, а не только богатство. Это крупнейшая после Второй мировой войны американская инвестиция в создание рабочих мест. Она будет отвечать интересам нашей национальной безопасности и даст нам возможность выиграть глобальную конкуренцию с Китаем в ближайшие годы. В качестве примера отсталости американской инфраструктуры президент указал на проблему водоснабжения. Посмотрите, сегодня до 10 миллионов домов в Америке и более 400 тысяч школ и детских садов снабжаются водой из труб, изготовленных на свинцовой основе. По мнению ученых, безопасного воздействия свинца на ребенка просто не существует. По американскому плану создания рабочих мест, водопроводчики и монтажники трубопроводов заменят 100% свинцовых труб в стране. Мы не можем откладывать, мы не можем ждать ни минуты. Это давно просроченная задача. С необходимостью модернизации согласны все. Почему же ничего не происходит? Потому что никто не хочет платить за это, ответил Джо Байден. И рассказал, откуда возьмутся деньги. Никто, повторю еще раз, никто из зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год не увидит повышения своих федеральных налогов. Точка. Речь идет не о наказании кого-либо. Я ничего не имею против миллионеров и миллиардеров. Я верю в американский капитализм. Я хочу, чтобы все преуспели. Но вот в чем дело. В настоящий момент семейная пара представителей среднего класса, к примеру, пожарный и учительница с двумя детьми, получающие вдвоем, скажем, 110-120 тысяч долларов в год, платят 22 цента федерального подоходного налога за каждый дополнительный доллар, который они зарабатывают. А транснациональная корпорация, которая строит завод за границей и привозит свою продукцию сюда на продажу, не платит вообще ничего. Мы собираемся повысить корпоративный налог. Его ставка была 35%. Это было слишком много. Пять лет назад мы все договорились, что ее следует понизить до 28%. Но ее снизили до 21%. Мы собираемся поднять ставку до 28%. Тут не на что жаловаться. Это по-прежнему ниже той ставки, какая была между Второй мировой и 2017 годом. Одно только это принесет дополнительный доход в 1 триллион долларов в течение 15 лет. Имея минимальное большинство в Сенате и ни одного республиканца на своей стороне, демократы могут провести законопроект только в рамках закона о согласовании бюджета. Но сделать это возможно только один раз в течение финансового года. Поэтому проект, как ожидается, обрастет всевозможными дополнениями, которые не имели бы шансов в качестве отдельных законопроектов. Против этого, а главное против повышения налогов, решительно возражает лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоно. Думаю, инфраструктурный проект можно назвать троянским конем. Внутри этого коня повышение налогов. Они хотят повысить налоги всех видов. Единственная для них возможность провести этот биль в рамках закона о бюджете. У них осталась последняя возможность сделать это. Поэтому они, подозреваю, напихают туда все, что только смогут. И назовут его билем об инфраструктуре. Точно так же, как пару недель назад они назвали билем о борьбе с коронавирусом закон, в котором 1% осигнований на вакцину, 9% на здравоохранение, а остальное на другие вещи. Так что я вполне ожидаю того, что они попытаются сделать это. И не думаю, что с нашей стороны кто-то проявит энтузиазм по поводу повышения налогов. По мнению Макконнелла, план Байдена повышает налоги для самой производительной части американской экономики. Но и этих средств не хватит, и правительству придется влезать в новые долги. Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Абаринов. И на этом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Наши подкасты всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. С вами сегодня был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Кулакова